МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. СТУК В ДВЕРЬ Товарищ Пихельгаз, уборка номеров. СТУК В ДВЕРЬ Уборка номеров. Товарищ Пихельгаз. СТУК В ДВЕРЬ Товарищ Пихельгаз. СТУК В ДВЕРЬ В феврале 1980 года в Москве произошло ЧП. В номере гостиницы «Спорт» был найден мертвым технический директор таллиннской части Олимпиады-80 Ян Пихельгаз. Случилось это в очень непростой для страны период. Более неуместного времени для этой смерти не придумаешь. В Советский Союз 5 лет готовился к Олимпиаде-80. За это время страна столкнулась с массой проблем. К примеру, в Москве не нашлось достойного места для проведения соревнований по парусному спорту. Их спешно перенесли из столицы в Таллинн. В Таллинн строят новый яхт-клуб, эллинги, олимпийскую деревню. А когда с мета подготовительных работ перешла все мыслимые и немыслимые границы, генсек Брежнев тайным письмом к правительству предложил отказаться от Олимпиады. Но Леонида Ильича удалось переубедить. И вот когда, казалось бы, все объекты были построены, ведущие спортивные державы мира объявили Москве бойкот. Причина – ввод советских войск в Афганистан. В феврале 1980 года Москва была как никогда близка к тому, что у нее отберут право проведения Олимпиады. Покойный Ян Пихельгас приехал в Москву на большой брифинг, который должен был показать миру, что Москва дружелюбна и готова принимать гостей. На эту встречу пригласили десятки западных репортеров. Конечно же, кому-нибудь обязательно захочется спросить, от чего умер всеобщий любимец, обаятельный чиновник из Сталина Ян Пихельгас. Ответ на этот вопрос должен был в кратчайшие сроки найти опытный московский следователь Борис Борисович Жданов. Борис Борисович, с уважением. Что мы имеем, Петр Геннадьевич? Вот смотрите, есть рана на теменном бугре. Чем били? Непонятно. Орудия в номере не нашли. И, в конце концов, и сам его дается. Это вряд ли, вряд ли. Следователь подошел к подоконнику и обнаружил там бутылку виски с драконом на этикетке. Рядом стояли два стакана. Вась, Василий Сергеевич, давай пройдемся по соседям. Может быть, кто видел, с кем товарищ вчера выпивал? По соседству в 302-м номере жил моряк из Одессы Федор Аркадьевич Лысак со всей своей семьей. Наконец-то! Ребенок плачет, а вы задницу свою! Извините, мы персонал гостиницы. Что случилось? Пройдемте. Прошу. Вы простите меня, он с Артемкой болеет. Думал... Ничего страшного. Скажите, вы знали своего соседа из 301-го номера? Яна Пихель... Пихельгаса. Да понимаете, я... Не знали. У нас ребенок болеет, мы его на лечение привезли. Нам некогда тут знакомство водить. Ну, это я уже понял. Ну, может быть, что-то необычное видели. Может быть, гости у него были. Может быть, сын что-то видел. Кто, Колька? Да он целый день у окна торчит. Че он мог видеть-то? Знаете что? Я недавно видел, как Пихельгас выходил из лифта с соседом из 303-го номера. И о чем-то ожиленно беседовали. Из 303-го? Это по коридору, напротив. Пойди, оброси. Опер-уполномоченный Гелливеря уже пять минут стучал в двери номера 303. Тут жил бухгалтер из Минска Вадим Легкоступов. Соседи видели его в компании покойного Пихельгаса. Ну что, узнали? Да, я узнала внизу. Он не выходил. Может, он спит? Ключ. Ключ, ключ. Вот. Открывайте. Тут открыто? Разрешите. Вот блин. В 303-м номере оперативник обнаружил труп Вадима Легкоступова, того самого бухгалтера из Минска, которого накануне видели вместе с Яном Пихельгасом. Теперь они оба мертвы. Что объединяло этих двоих? Получив ответ на этот вопрос, можно будет установить, кто убил видного спортивного функционера и простого бухгалтера из Минска. Первым делом проверили сейф в номере бухгалтера. Горничная рассказала, что там он хранил деньги. Борис Борисович, деньги на месте. Он был командировочный. Пересчитай и выясни в руководство, сколько товарищ с собой вез. Будьте наде. Что там? Я так думаю, боролись наши мальчики, пока голова вот этого не нашла дверную ручку. В отличие от номера Пихельгаса, в комнате Легкоступова эксперты заметили следы борьбы, а на дверной ручке кровь. А еще любопытно было бы посмотреть. Что? Что, Петр Геннадьевич? Будьте наде. Эту нить обнаружили на запорной планке номера Легкоступова. Специалисты называют этот вид пряжи кидмахер. Волокно это получают из первой стрижки козленка. Оно нежное и очень мягкое на ощупь. В начале 80-х изделие из такой пряжи – большая редкость. Скорее всего, убийца не смог пролезть в дверной проем и зацепился. Следователь понял – искать нужно человека крупной комплекции, который носит вязанный махеровый свитер. Портьев вспомнил, что рано утром к Легкоступову приходил какой-то крупный мужчина. Был на нем свитер или нет – непонятно. Мужчина верхнюю одежду не снимал. Был в кожухе. Неизвестный поднялся в номер к бухгалтеру и через 10 минут ушел. Пролить свет на это дело мог только коллега Легкоступова – Руслан Поплавский. Они вместе заселились в гостиницу два дня назад. Легкоступов жил на третьем этаже, а Поплавский – на четвертом. Однако всевидящий портье сообщил, что час назад Поплавский ушел из отеля. Ну что, подведем итог. Дай спички. Следователю Жданову и его группе выделили в гостинице отдельную комнату. Там Борис Борисович пытался подвести промежуточный итог. Два человека живут в отеле. Накануне вечером их видят вместе, а утром их двоих находят мертвыми. У одного из них в номере бутылка виски и два стакана. Вопрос. Откуда они возвращались? Ответ. Из бара. Значит, что? Значит, нужно идти в бар. В 80-м году москвичи не узнавали своего города. Вместе с Олимпийской деревней в Москве возвели Потемкинские деревни. Иллюзию сытости и достатка. На полках магазинов появились соки, колбасы, сладкая газировка, одноразовая посуда. В специализированном магазине со сказочным названием «Морозка» гости Московской Олимпиады могли купить свежезамороженные и консервированные фрукты и овощи. Все это завозили из Финляндии. Но иногда попадалась откровенная экзотика. К примеру, не шотландский или канадский, а японский виски, который можно было купить в барах лучших гостиниц столицы. Вот почему следователь сразу понял, где покойный Пихельгас приобрел редкую бутылку алкоголя. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Зданов, я задам вам пару вопросов. Да, пожалуйста. Скажите, а Пихельгас часто к вам заходил? Да, Ян Карлович, у нас частый гость. Каждый вечер он заходил. У него любимый столик. Скажите, а он обычно сам бывал или с кем-то? Да когда как. Вчера с каким-то дядькой из Минска сидели. Ян Карлович его Вазиком называл. Вадим Легкоступов? Наверное. Чтобы задать следующий вопрос, следователю пришлось порыться в записях и найти нужное слово. Скажите, а у вас есть виски Сантори с драконом таким? Да. Вот этот, что ли? Да. Скажите, а когда Пихельгас такую покупал? Да никогда. Предпочитал Легко. Легко. Легко, спасибо. О, а знаете, вот вчера точно такую же бутылку у нас один нефтяник из Баку заказывал. Рашид Мамедов. Затем бармен рассказал историю, которая вызвала живой интерес у следователя. Накануне вечером Пихельгас и Легкоступов сидели за столиком. К ним подсела девица. Товарищи угощали ее ликером. Через какое-то время в бар ввалился нефтяник Мамедов. Он начал приставать к девушке. Бау, да, ну что ли? Какая красота. Отвали. Что ты с этими жматами забыла? Давай я тебя нормальным пойлом угощу. Нормальным, настоящим. Мальчики. Не обращай внимания. Закупай. Ну. Бармен. Какой самый дорогой виски. Вот этот за драконом. Давай. Отлично. Больше не пей этот шмурнят. Я сказала отвали. Ты чего мордой воротишь, а? Ложкомойка вонючая. Стой, стой, стой. Подожди-ка, подожди-ка, подожди. Что такое? Бармен вспомнил. Когда нефтянника выводили из бара, он угрожал Пихельгасу и Легкоступову расправой. Секуны, стукачи, молитесь, я вас найду. В гостинице «Спорт» две смерти за сутки. В своих номерах убиты чиновник из Эстонии Ян Пихельгас и бухгалтер из Минска Вадим Легкоступов. Причиной смерти одного и другого стал сильный удар по голове. Накануне вечером их видели вместе в баре-гостинице, где у них произошла ссора с нефтяником Рошадом Мамедовым. В номере убитого Яна Пихельгаса была обнаружена бутылка японского виски, которую накануне в баре отеля купил нефтяник. Именно Мамедов становится первым подозреваемым в этом запутанном деле. Это Рошад Мамедов, заместитель директора нефтеперерабатывающего завода в Баку. По свидетельству бармена, накануне Мамедов угрожал Пихельгасу и Легкоступову. Утром их обнаружили мертвыми. Совпадение? Следователь Жданов не любил строить работу на догадках. Даже самые крепкие свидетельства он подкреплял вещдоками. Жданов поинтересовался судьбой бутылки виски с драконом, которую купил Мамедов. Охранники из бара рассказали, что засунули бутылку в портфель Мамедова, а буйного посетителя сопроводили до номера. Пришло время навестить нефтеперника. Нагануне вечером у вас в баре произошел конфликт с Пихельгасом и Легкоступовым. Что произошло? Я зашел в бар, выпить минералки. А эти двое приставали к девушке. А людям вокруг все равно. Вот я и заступился. И что было дальше? А дальше эти шакалы выставили меня за дверь. Я вернулся в номер и лег спать. Проснулся полчаса назад. Жена разбудила, позвонила с аэропорта. Сказала, что прилетела. Сегундочку. Жене Мамедова была хорошо известна слабость мужа к прекрасному полу. Даже она не поверила его рассказу. Вы проспали 16 часов. Совершенно верно. С дороги. Уставший. Алиби у Мамедова не было. Но следователь не спешил с выводами. Осталось выяснить важную деталь. Вот эту бутылку обнаружили в номере убитого. Точно такую же бутылку вы приобрели вчера в баре. После чего охрана положила вам ее в портфель. Если вы всю ночь никуда не отлучались из своего номера, значит, бутылка нетронутая должна находиться у вас в портфеле. Где ваш портфель? В портфеле в номере. Тогда давайте пройдем ваш номер. Давайте. Это что за цирк? Следователь достал лист бумаги и посоветовал Мамедову написать чистосердечное признание. Вот вам ручка. Вот вам лист бумаги. Пишите. Что писать? Пишите о том, как Пихельгас и Легкоступов оскорбили ваши чувства. Вы пришли в номер к Пихельгасу под предлогом мириться. Достали бутылку виски, а потом его ударили. Кстати, чем вы его ударили? Чем я его ударил? Я никого не убивал. Бутылку мне не возвращали. Наверняка охранники ее сами сперли. И подписывать я ничего не собираюсь. Мамедова задержали. Но, кажется, этого ему и хотелось. Оставшись со следователем один на один, нефтяник рассказал, что бутылку виски отдал той самой девице из бара. С ней уже и провел всю ночь. Элька, она подтвердит. Клянусь, всю ночь с ней. И что? Вот так вот всю ночь не спали? Никуда не отлучались? Слушай, начальник, ну не завидую, а? Мне ж признаться, об этом при жене равносильно самоубийству. Ты знаешь, кто ее батя? Второй человек в республике. Да если он узнает, я на следующий день за станок в Лакбатан вернусь. Оно мне надо? Элька. Или Элеонора Шахрай. 25-летняя путана. Слово путана родилось в 70-е. Ночные бабочки стали часто фигурировать в сводках. Поэтому нашли определение, которое заменит неудобное слово проститутка. Ну а что-то более благозвучное. Элеонора подтвердила, что провела ночь с Мамедовым и утром ушла с бутылкой виски. Криминалисты сняли пальчики с Мамедова и сопоставили их с отпечатками, которые обнаружили на стаканах и бутылке из номера покойного Пихельгаса. Совпадений не было. Мамедов не открывал эту бутылку и к стакану не притрагивался. Его отпечатков вообще не было ни в номере Пихельгаса, ни в номере Легкоступова. Но с кем тогда выпивал накануне смерти Пихельгас? У меня в руках журнал учета отеля «Спорт». Оказывается, накануне в отеле купили еще одну бутылку виски с драконом на этикетке. Только не в баре, а в отделе обслуживания номеров. Есть тут и соответствующая отметка. Бутылка виски «Сантори» ушла в номер 300... 300... Дальше написано неразборчиво. 300... Какой номер? Предстояло разобраться. Извините, вы Денис Мусатов? Да. Я следователь Жданов. Скажите, вы относили вчера бутылку виски на третий этаж? Да, в 302 номер. 302-й. А вы не путаете? Там моряк с семьей живет. Может быть, соседний, 301-й к эстонцу? Не путаю, все точно. Я этого постояльца хорошо знаю. У моряка ребенок болеет, так что я к нему по пять раз на день прихожу. Каша, молоко, орехи. А вы не замечали за ним что-нибудь необычного? Ну, он нервный какой-то. Вот пару дней назад, кстати, с соседями сцепился. С какими соседями? Вот с вашим эстонцем из 301-го и товарищем из 303-го. Официант рассказал, что два дня назад стал свидетелем того, как моряк звонил администратору и жаловался на шумных соседей. У меня ребенок больной. Я понимаю, что он забуревший товарищ. Но что, у него управы нет? Хорошо, я сам разберусь. Лысак выбежал в коридор и начал стучать в номер Пихельгаса. Эстонец вышел, поздоровался. Его доброжелательный тон оборвал Лысак. Моряк схватил Пихельгаса за грудки и начал трясти. На шум выбежал Легкоступов. Товарищ, перестаньте, товарищ! Что вы себя позволяете? Я в милицию вызову! Товарищ, перестаньте! Перестаньте, товарищ! Моряк, он здоровый такой, руками вцепился. Мы потом пять минут растягиваем. Спасибо. Для разговора с Лысаком поводов хватало, но Жданов решил выждать до утра и собрать еще немного информации. А что я могу сказать про этого моряка? Вообще ничего не хочу о нем говорить. Плут он! Плут! Вчера в номере у них полотенце для рук пропало. И куда исчезло, непонятно. А он мне говорит чего? Давайте я вам лично возмещу. Да зачем мне его деньги? Где я такое полотенце куплю? Все отчетность мне портит. Полотенце для рук. А скажите, сколько по правилам должно быть полотенец для рук в одноместном номере? Одно полотенце на одного человека. Это же не царские палаты. В конце-то концов. Это полотенце нашли в номере покойного Пехельгаса. На нем кровь эстонца. Но в его номере было еще одно полотенце для рук. Чистое. Получается, что у моряка в этот день полотенце из номера пропадает, а у эстонца появляется. Следователь решил, что собранной информации достаточно, чтобы жестко поговорить с Лысаком. Его интересовало, как в номере покойного Пехельгаса оказалась заказанная моряком бутылка виски. И самое главное, куда пропало полотенце из их номера. Да, я скандалил с эстонцем. Моряк признался, что скандалил с эстонцем, поэтому, когда остыл, решил загладить вино. Заказал бутылку виски, постучал в номер. Пехельгас впустил Лысака. Соседи выпили, пообщались, расстались, тепло. Я знаю точно, что Пехельгас не любил виски. Так я же этого не знал. Позвонил, заказал самые дорогие виски. А он не дурак, отказаться не стал. А как ваше полотенце оказалось в номере у Пехельгаса? Так это... Это все я. Что вы? Черпеть не могу гостиничную посуду. Сказала мужу, чтобы он взял полотенце, протер стаканы. Черт его знает, кто из них пьет. Да, я взял полотенце и протер стаканы. И забыл его там. Федор Иванович, сейчас у вас снимут отпечатки пальцев. После чего проведут тщательный осмотр вашего номера. Оснований для задержания у меня сейчас нет. Но я вас убедительно прошу, из гостиницы без моего ведома... Ребят, заходи! Приступайте. Борис Борисович, на два слова. По поводу второго трупа, бухгалтера Олега Ступова. Помните, у него в сейфе нашли 12 тысяч рублей? Ну да. А Москву он вез с собой 17 с половиной. Понимаете? Пять с половиной тысяч пропало. Это его начальство подтвердило? Гелливери доложил, что связался с начальником убитого бухгалтера. Легко Ступова и его коллегу Поплавского командировали в Москву покупать ГДРовскую мебель для директорских кабинетов. И везли они с собой 17 с половиной тысяч. А Поплавский всплыл? Да. Можно и так сказать. Давай, не темней. Здравствуйте, Леночка. Поплавского задержали в одном из отделений сберкассы. Через час Жданов уже допрашивал коллегу убитого Легкоступова. Для начала следователь хотел сверить одну деталь. Руслан Сергеевич, вы часто носите этот свитер? Да. В командировку много сменных вещей не возьмешь. А что? Дело в том, что... Вот эту нитку обнаружили на запорной планке входной двери вашего убитого коллеги Легкоступова. Вы не хотели бы мне рассказать, что там произошло? Кто убил Легкоступова? Или начнем с вопроса попроще. Что вы делали в сберкассе? И почему вас задержали? Я все расскажу. Все как было. Я выиграл лотерею спринт. Пошел в сберкассу предъявить билет. Простите, а вы не могли бы побыстрее? Мужчина, дождитесь в свою очередь. Здравствуйте. Вот. Я вас поздравляю. Нина Степановна! Нина! Тут товарищ Волгу выиграл. Девушка, мне бы хотелось это быстрее оформить. Да-да, конечно. Кассирша попросила немного подождать и пошла в кабинет к начальнице. Не прошло и пары минут, как в отделение прибыл наряд милиции. Девушка, а можно побыстрее? Поплавского задержали. А что случилось? Автомобиль «Волга». Это выигрышный билет лотереи спринт. Именно его предъявил Поплавский в сберкассе. Билет этот настоящий, со всеми степенями защиты. Но есть одно «но». Каждому билету присваивается серия и номер. Игроки редко обращают внимание на такие мелочи. А вот начальник отделения сберкассы сразу заметила, что эта серия билетов еще не продавалась. Скорее всего, произошла утечка на полиграфическом комбинате. А это ЧП всесоюзного масштаба. В 1976 году в стране появилась новая лотерея «Спринт». Она качественно отличалась от всех других лотерей. Игрок мог узнать, выиграл он или проиграл на месте. Олимпийские страсти здесь. Дело не только в том, что лотерея «Спринт» – один из источников финансирования Олимпиады. Это еще и шанс выиграть билет на Олимпиаду. Главный приз лотереи – мечта, а скорее фантазия каждого советского жителя – автомобиль «Волга». Самая популярная головоломка того времени – высчитать, сколько билетов лотереи нужно купить, чтобы выиграть главный приз. Руслан Сергеевич, откуда у вас лотерейный билет, который еще не появился в продаже? В гостинице «Спорт» две смерти за сутки. В своих номерах убитый чиновник из Эстонии Ян Пихельгас и бухгалтер из Минска Вадим Легкоступов. Причиной смерти одного и другого стал сильный удар по голове. В ходе следствия выясняется, что командированный вместе с Легкоступовым начальник отдела снабжения Руслан Поплавский задержан милицией с подозрительным билетом лотереи «Спринт». Как неожиданный выигрыш может быть связан с трагедией в гостинице? Откуда у вас лотерейный билет, который еще не появился в продаже? Меня и Легкоступова командировали в Москву, чтобы купить ГДРовскую мебель. Ну, мебели на складе не оказалось. Когда будет, никто не говорит. Ждем. Поплавский мужчина деятельный. Выбил в гостинице «Спорт» два номера для себя и Легкоступова. Коллеги расселились. Ну, мы с Легкоступовым особо и не общались. Завтракали отдельно. Тут ко мне один дядя и под сил. Здравствуйте. Можно к вам? Пожалуйста. Спасибо. Павел Кушнерук, доктор математических наук. Руслан Поплавский, начальник отдела снабжения. Очень приятно. Я смотрю, вы в «Спортлото» увлекаетесь? А вы знаете... Мужчина обратил внимание на множество лотерейных билетов на столе Поплавского. Кушнерук сказал, что посчитал математически. В «Спортлото» крупный выигрыш получить невозможно. То ли дело лотерея спринт. Я тут высчитал математически. Достаточно купить 200 билетов, и вы обязательно выиграете ценный приз. Телевизор, холодильник. А если повезет? И автомобиль «Волга». Поплавский и не заметил, как сам предложил математику скинуться и попытать счастье. Они купили 200 билетов лотереи спринт. Ничего. В субботу вечером новые товарищи в номере Поплавского разрывали билеты и искали там призы. О, пятерочка. Ты что делаешь? На удачу. Мамка так делает на рынке. Помогает. Ага. Червончик сейчас попрет. Я сейчас. На столе оставалась еще половина билетов. Поплавский решил выпить за удачу. Пока наливал, не видел, что делал математик. А теперь этот. Ничего. Волга. Волга. Да ну. Да. А потом началось самое интересное. Мы пошли в киоск предъявлять билеты. Поздравляю. Поздравляю. Только вам сберкассу с таким выигрышем. Почему? Я лишь 3-5 рублей могу вам выдать. Незадача. О, у меня через 2 часа поезд. Надо ехать на вокзал. Сберкассы не работают. Как Волгу будем делить. Слушай, а давай я тебе деньгами отдам. 5 тысяч. Половина. Честно? Давай 6. Многовато. Ну хорошо. Ни тебе, ни мне. 5 500. Договорились. Парука, а деньги у тебя такие с собой? У меня нет. Но у бухгалтера нашего есть. Идем в гостиницу. Это Павел Кушнерук. Он же Андрей Фролов, он же Сергей Митрофанов. С документами у этого товарища проблем не было. Он работал на пензенской фабрике банкнотной бумаги. Из этой бумаги делали паспорта, удостоверения и лотерейные билеты с принт. Кушнерук научился выносить бумагу с комбината и печатать на ней выигрышные билеты. Вот почему сотрудник киоска принял билет за настоящий. На нем были все 6 степеней защиты. А вот маркировку, серию и номер лотереи Кушнерук знать не мог. Их присваивали за 1000 километров от пензы в Киеве. Поэтому печатал он их на бум. Но даже в таких условиях он разработал идеальную аферу. На выходных Кушнерук уезжал в один из крупных городов Союза, селился в гостиницу и там находил своих жертв. В субботу, когда сберкассы уже были закрыты, аферисты и его новый приятель покупали 200 билетов у распространителей. А затем лже-математик подбрасывал в стопку один билет с Волгой. После сообщал, что спешит на вокзал и требовал свою законную половину. Поплавский, разумеется, ничего не заподозрил. Он пришел в номер к бухгалтеру Легкоступову и попросил у него 5,5 тысяч рублей. После длительных уговоров Легкоступов достал деньги из сейфа и отдал коллеге. Потематик получил свои деньги и уехал на вокзал. События следующего дня стали роковыми для бухгалтера Легкоступова. Что у нас с мебелью? Что мы можем придумать? До обеда. Подождем, там посмотрим. Здравствуйте. Это кто? Товарищ Нерушайлов. За складом. На складе появилась мебель, но забрать нужно сегодня, потому что завтра не будет. Вы деньги 5,5 тысяч до обеда найдете? Вы почему ко мне не пришли? Подождите, подождите. Деньги будут. Будут. Так, ребята, вы там разбирайтесь. Я полдня жду, потом отдаю другим покупателям. Я сказал Легкоступову, где я тебе в воскресенье найду 5,5 тысяч? Видно было, что этот крич блефует. Да и никому бы они за полдня эту мебель не продали. И что было дальше? Я сказал, что деньги будут завтра, когда откроется сберкасса. Но этот дурак не хотел слушать. Я иду не звонить по межгороду начальству, сказать, что мы мебель не купим. И когда они спросят, почему, я отвечу, что из-за чьей-то тупости и жадности. Иди, звони. Только не забывай, что у тебя рельсы тоже в пушку. И пойду. По Плавскому не было смысла отпираться. Единственное, на чем он настаивал, убивать Легкоступова не хотел. Просто преграждал ему дорогу к телефону. Следователь все больше склонялся к тому, что убийства Пихельгаса и Легкоступова не связаны между собой. Особенно, когда появились результаты вот этой вот экспертизы. В номере моряка Лысака были обнаружены следы крови Пихельгаса. Если Лысак, как он утверждает, просто выпивал с эстонцем, то как он объяснит это? У следователя оставалось несколько незакрытых вопросов. Чем моряк ударил по голове Пихельгаса и куда подевалось орудие убийства? Следователь еще раз опросил горничную. Его интересовал любой необычный тяжелый предмет, который она замечала в номере Лысака. Пепельница у них массивная. Пепельницу проверяли, она чистая. Подумайте, а может быть у них что-то пропало из номера за время их пребывания в гостинице? Вспоминайте, пожалуйста. Дракон пропал. Кто? Он орехокол такой, дракошка. Горничная сказала, что младший сын Лысака болеет, харкает кровью. Его привезли в Москву в больницу. Сделали обследование, а пока ждут результатов, доктор сказал, есть лесные орешки, они помогают. Вот они этим дракончиком орехи кололи, а теперь чем ни попадя, царапины на мебели оставляют. А я еще подумала, куда это подевался дракон? Орехокол дракон. Чугунный, 235 граммов веса. Популярная вещь 80-й. Такой дракон пропал из номера моряка в день убийства Пихельгаса. Следователь поинтересовался у криминалиста, а могла ли такая вещь стать орудием убийства. Ответ был прост. Могла. В номер к Лысаку пришла милиция. Петр Иванович Лысак, вы задержаны по подозрению в убийстве гражданина Пихельгаса. Это не он. И тут произошло неожиданное. Коля его убил. Что? Да, этот преступник малолетний. Женщина рассказала, Коля сын мужа от первого брака. После появления младшего брата сильно изменился. Учился плохо, избил одноклассника, украл деньги у классного руководителя. В субботу у младшего сына случилось обострение. Все внимание родителей было приковано к нему. Пап, смотри, какая машина за окном. Ты что, не видишь? Папа занят. Через пять минут в номер зашел эстонец. Он держался за голову. Здравствуйте. Что-то случилось? Случилось. С вашего окна железяка на голову у меня упала. С нашего окна? С вашего, с вашего. Федя, полотенце. Одну минуточку. Извините, ради бога. Надеюсь, не как это получилось. Извините, пожалуйста. Я верну на полотенце. Еще раз извините. Конечно. Коля, иди сюда. Ты что наделал, идиот? Галя. Не Галей. Иди, извиняйся. Лысак, 302 номер. Лысак заказал в номер бутылку виски. Через пару минут ее принесли, и моряк пошел к эстонцу приносить извинения и просить не обращаться в милицию. Ну, я пошел. Давай. Экспертиза установила, что от удара чугунным драконом до смерти Пихельгаза прошло 9 часов. Медики называют этот отрезок светлый промежуток. В это время у человека складывается ложное ощущение, что боль ушла. В это время Пихельгаз успел выпить виски с моряком, посмотреть телевизор, почитать рабочие материалы. Пихельгаз умер под утро. Удар повлек за собой повреждение сосудов головного мозга. Когда об этом стало известно, моряк до последнего не выдавал сына. Он понимал, что Коля стоит на учете в детской комнате милиции и может получить реальное наказание. На момент совершения преступления мальчику было 14 лет. Учитывая резонанс, дело его осудили, и Коля Лысак получил 5 лет детской колонии. Это стало началом его долгих и непростых отношений с уголовным кодексом. В свой следующий срок 23-летний Николай Лысак получил за вооруженное ограбление. Руслана Поплавского признали виновным в присвоении веренного имущества и убийстве по неосторожности. Он отсидел 6 лет. Интересная судьба ждала и лжематематика из Пензы. В 1991 году он стал основателем одной из самых известных финансовых пирамид. Продолжение следует...